здравствуйте я снова продолжаю рассказ о вязании своего платья летнего сегодня буду начинать разговор оба доли но сначала хочу показать что у меня получилось после обвязывания горловины и рукавчиков вот у меня получились два рукавчика и горловинка у меня обвязана просто двумя рядами ракушечного узора обвязка у меня идет как видите фиолетовым узором ой фиолетовым цветом я хочу чтобы фиолетовый цвет данном платье приобретет преобладал и после обработки уже лифа изделия я уже не хочу больше потом к нему возвращаться сразу перехожу уже на подол чтобы от подола получить уже готовое изделие в конце вот что у нас подолом самый первый ряд подола я провязала уже сейчас буду уже провязывать 2 ряд подолом сиреневый вот и первый ряд у меня обвязана фиолетовым цветом также здесь сделано одно убавление для выравнивания треугольника сейчас я буду показывать как раз в этом месте как это делается здесь ракушки идут из двух столбиков с одним накид из двух столбиков господи что говорю ракушки здесь идут из столбиков с двумя накидами вот как правильно извините оговорилась вот и в каждой ракушке по 6 столбиков с двумя накидами и прикрепляться мы будем не средней не в среднем столбике поскольку здесь четное количество столбиков прикреплять мы будем столбиком без накида между столбиками предыдущей арочки и так вот я уже перешла к вязанию сиреневого цвета 2 ряда подола вот и сейчас я покажу как вяжутся эти ракушки из столбиков с двумя накидами вот в серединку находим 1 2 3 3 3 столбика отсчитываем вот посерединке под косичку вкалываемся и делаем столбик без накида далее 2 накида на крючок и вот сюда в серединку в столбик без накида вяжем 6 столбиков с двумя накидами каждый столбик мы провязываем по отдельности у нас получается ракушка третий столбик четвертый столбик пятый столбик и шестой столбик так вот мы ракушку закончили ищем раз два три предыдущую ракушку вкалываемся под косичку делаем столбик без накида вот мы завершили один рапорт узора вот теперь мы подошли к этому месту где нам нужно делать убавки и чтобы у нас выровнялся треугольничек чтобы он закрылся здесь это вот место мы делаем следующим образом вот дошли до вот у нас видите две ракушки вместе соединяются вот до этого места мы дошли в первом ряду делаем то же самое вот здесь посерединке я буду сейчас показывать что вы будете делать в первом ряду здесь у нас вот эти вот две маленькие ракушки так берем делаем 2 накида на крючок 12 вот этот столбик без накида мы пропускаем и будем вязать 1 2 3 еще столбика двумя накидами вот вот в следующую ракушку этот столбик без накида мы пропускаем вяжем 1 столбик с двумя накидами но не заканчиваем его второй столбик с двумя накидами третий столбик с двумя накидами мы вяжем в каждую вот эту петельку теперь делаем сюда в серединку столбик с двумя накидами туда где у нас две ракушки соединяются вместе 4 столбик с двумя накидами и вот в этой ракушке еще делаем 3 столбика с двумя накидами 1 2 и 3 таким образом мы получаем здесь на крючке 7 столбиков с двумя накидами и вот одну петельку еще и вот сейчас мы все вот это вместе провязываем провязали вот одна петелька у нас остается мы ничего здесь не делаем мы не закрепляемся ничем иначе у нас здесь будет дырка ищем раз два третий столбик вкалываемся под косичку и делаем столбик без накида все мы соединили теперь будем сюда вязать уже ракушку из обычных 6 столбиков с двумя накидами но будем ее соединять вот с этой ракушкой вот этого вот этой части так первый столбик с двумя накидами второй столбик с двумя накидами третий столбик с двумя накидами вот его не да да сейчас довяжем этот столбик 3 потом вернемся вот эту вот в эту ракушку ищем вот на изнаночной стороне вот вкалываемся крючочком под косичку и делаем столбик без накида и дальше выполняем еще три столбика с двумя накидами то есть ракушку довязываем два третий столбик все мы выполнили соединение соединение и заодно выполнили убавочку все можно кстати больше здесь ничего не убавлять у наша дырочка это считай закрылась то есть здесь получается по подолу у нас таких убавлений 2 и дырочка закрывается дырочка треугольник закрывается можно считать что он уже выровнен если мы следующем риту будем просто здесь вязать ракушки на все выровняется ну или можно еще прикрепиться и связать еще здесь вот такой же рядок и столбиков с двумя накидами просто прямо вот от всех и до всех закрыть и все у нас будет здесь полностью треугольник закрыт ну я кстати в принципе наверное это сейчас покажу вот сейчас это место закончим и я дальше покажу как этот треугольничек еще все-таки побольше выровнять так дальше мы продолжаем просто резать ракушечный узор вот до конца ряда больше не выполняя никаких убавок прибавок просто вяжем за счет чего подол будет немножко расклешение чем верх платья за счет того что мы здесь будем использовать крючок номер два с половиной я кстати не сказала в первой части что у меня идет крючок для корсетной части крючок номер два и там у меня тугое достаточно вязание я обязала с хорошим натяжением нити еще плюс тому что у меня там крючок номер два поэтому там такой получается плотное достаточно вязание и она такое ну жесткая держит хорошо форму здесь вязание уже получается более рыхлое и за счет того что столбики с двое с двумя накидами здесь получается хорошее расклешение и еще здесь такой узор что как бы он сам по себе такой волнистый и расклешенный получается если например еще добавить следующем виду в ряду вязать не 6 столбиков двумя накидами осенью в каждую ракушку потом там 8 там например потом можно между группами столбиков еще вязать воздушные петельки чтобы расклешение шло но я сильно расклешать платье не буду потому что и хочу чтобы оно было немного зауженным так вот сейчас я просто довезу до конца и встретимся когда я вот буду закрывать здесь треугольничек и так продолжаем дальше закрывать наш треугольник я вот взяла розовую ниточку буду закрывать розовая ниточка это место сделала петельку нахожу вот у нас две соединенные ракушки здесь и вот эта ракушка вверху нахожу у нее серединку и вкалываясь крючочком делаю петельку теперь я делаю одну воздушную петельку накид на крючок следующую петельку я вяжу полустолбик далее вяжу столбик с одним накидом далее я делаю два накида на крючок и в эту петельку я вижу недовязанный столбик с двумя накидами далее делаю два нагида на крючок и дальше я буду вязать 5 столбиков двумя с двумя накидами в каждую следующую петельку здесь можно вязать немножко посвободнее чтоб не тянула здесь ничего это у нас 3 4 5 вот сюда в серединку где у нас при соединение 2 ракушек мы вяжем столбик с тремя накидами 1 2 3 накида провязываем далее снова идет 5 столбиков с двумя накидами 1 1 2 3 4 5 снова еще делаем 2 накида на крючок но вяжем недовязанный столбик с двумя накидами далее столбик с одним накидом полустолбик полустолбик и вот здесь серединке ракушки сделаем просто столбик без накида все мы связали вот такой вот как улыбочка у нас получилось это место мы соединили то есть мы практически выровняли здесь этот треугольничек все далее мы продолжать будем уже другой ниточкой можно продолжать например беленькой можно в принципе и розовень горят связать вот здесь закрепляемся и вяжем вот здесь если ракушки будут не распределяться как бы по узору то тут немножко можно схитрить либо пропустить петельку либо лишнюю какую-то в общем через одну какую-то перепрыгнуть либо меньше пропустить либо больше пропустить в общем немножко схитрить чтобы у нас здесь все поместилось все было по узору вот тем более если мы свяжем лучше связать здесь больше раз это подол чем связать меньше лучше будет чтобы он более был расклешенный чем чтобы он сужался чтоб здесь не было никаких у нас ним ни в коем случае бугров вот я показала как выровнять подол это основное далее будет вязание просто по кругу ракушечным узором либо там вот можно использовать длинные столбики с несколькими накидами вот пара рядочков в общем подол уже можно вязать дальше как угодно главное чтобы он подолом и хотите длинное хотите широкие делайте хотите поуже в общем у кого какая уже дальше пойдет фантазия ну я еще может быть покажу что далее у меня идет и а может быть уже покажу готовое изделие посмотрим что будет дальше стыке решила показать как я здесь распределила вот в этом месте узор в общем начала следующий ряд я вязать розовой ниточкой вот здесь закрепилась продолжила по рисунку вот в этом месте где мы выравнивали нашими столбиками равна разными великими у нас получилось у меня получилось уместить три ракушки начала я здесь столбик у меня вот отсюда идет уже норм как бы идет рисунок здесь я закончила столбиком без накида вот начале нашего выравнивания через пропустила здесь внизу два столбика в 3 связала ракушку снова здесь два пропустила в 3 связала ракушку в общем веса вязала здесь я между двумя петлями здесь две петли здесь две петли здесь две петли дети петли у меня уместилась три ракушки столбик без накида у меня как раз пришелся вот наконец нашего выравнивания то есть 300 три ракушки спокойно можно уместить и чтобы без ущерба для дальнейшего рисунка все далее вот видите получилось абсолютно ровные две половинки они на одном уровне находятся все мы выровняли наш потол после стирки все это еще выровняется все это разгладиться и далее вяжем подол по прямой если нужно к лишить то прибавляем воздушные петли между веерами там делаем еще больше вееров в общем все полет фантазии не ограничен встретимся уже тогда когда я покажу вам готовые изделия сейчас всем пока пока еще кстати не сказал вот те сокращения которые я показывала на подоле вот вот в этом сиреневом бреду я показывала как выполнять сокращение заодно выравнивая этот треугольник вот здесь эти сокращения выполняются также и на лифе выполняется их количество сейчас я скажу сколько 1 2 3 4 5 6 в шестом ряду уже вот это соединение между вот этих вот с этими двумя ракушками не делается и между ними вяжется вот такая улыбочка тоже как вот здесь розовую навязали но только зеленая и поменьше здесь на состоит из 1 2 3 4 5 6 7 8 9 разными таких столбиков и получается у нас здесь мы выходим налив платья а здесь у нас всего лишь два убавления это в первом ряду вот это фиолетовом и в сиреневом дальше у нас идет вот это вот наша розовенькая улыбочка и выходим уже на прямое вязание подола вот у меня розовый ряд я закончила у меня получается что полностью выровнялось все изделие оно такое получается приталенное и расширяется к верху все теперь уже точно встретимся только тогда когда я буду показывать готовое изделие всем пока пока всех всем ровных петель подписывайтесь на мой канал ставьте лайки чтобы видели ваши друзья и подписчики это видео следите за обновлениями моего канала я обещаю что будет еще много чего интересного до новых встреч